Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы опять о Google. Вообще, то, что я так часто разбираю инструменты Google, говорит лишь о том, что они того стоят, а не о чем-то еще. Сегодня у нас тема практическая, крайне полезная владельцам сайтов. Сегодня мы поговорим о Google Search Console. Google Search Console – один из инструментов Google, и значит, все, что у вас есть или было в Google, он помнит. Ну, то есть, консоль привязана к вашему аккаунту. Я думаю, никто из милосердия или таких дел не добавлял меня специально в Google Console, однако у меня каким-то образом обнаружился доступ к консоли таких дел, причем открытый. Поэтому следите за тем, кому какие права раздаете. Я думаю, доступ к консоли у меня, как у администратора канала таких дел YouTube. Итак, добавляем сайт. В каком-то смысле, стандартная процедура подтверждения, что это ваш сайт. Нужно взять вот этот файл и загрузить его в корень сайта. Давайте воспользуемся для разнообразия файловым менеджером хостинг-провайдера. Загружаем файл и возвращаемся к странице подтверждения. Перейти по ссылке. Все есть, значит, можно подтверждать. Бинго! Наш сайт успешно подтвержден, но данных нет. Ошибка сканирования. А почему? А потому что от подтверждения до появления данных в Search панели должно пройти время. У меня прошло около суток, и сайт наконец-то появился, но на нем обнаружена серьезная ошибка. А именно он закрыт от индексации. Все правильно, я сам его закрыл, потому что это тестовый сайт, и индексировать его ни к чему. Но, кстати, если вы плохо разбираетесь в сайтостроении, вы можете и не знать о запрете индексации вашего сайта, и ждать его появления в результатах выдачи, и не понимать, почему его нет. Search Console объяснит вам, почему. Кроме того, вам придет письмо о том, что нужно сделать в первую очередь. Ну, то есть, это все есть в самой консоли, просто разнесено по разным категориям. А здесь все основное собрано в одном месте. Вот, например, выбор предпочтительной версии. С 3W или без. То же самое можно сделать отсюда. Тут, кстати, собраны настройки Google Search Console и сайта тоже. Вот, например, здесь можно добавить нового пользователя в консоль. Но мы оставим свельту и перейдем на сайт Кандинского на сервере Теплицы, куда мне любезно предоставили доступ. Тут консоль тоже нельзя назвать максимально репрезентативно, информации мало, но, по крайней мере, она есть. Да и сделать подробный скринкаст я в любом случае не смогу, поэтому нам этого хватит. Итак, что такое Google Search Console? Это медиатор между вами и поисковой системой Google. Вы не можете всякий раз обращаться в техподдержку, а вот сюда вы можете заходить свободно и пытаться навязать Google свой взгляд на то, как вас индексировать и выдавать. Более того, он вам еще будет советовать, что сделать, чтобы ему это указывать правильно. В данном случае советов нет, но у вас их тут может быть много. Далее отображение в поиске. То, как показывает вас Google. Это регулирует микроразметка, которую по-хорошему надо бы сделать, но если под рукой нет программиста, можете воспользоваться маркером. Тут это гораздо проще, а результат тот же. Еще периодически нужно заглядывать сюда. Здесь собраны ошибки в верстке. Сейчас тут пусто, но тоже может быть много всего. Ошибки в метаописании, тайтлах, дубле и так далее. Следующая закладка – поисковый трафик. В принципе, это аналитикс, но с упором именно на трафик из поисковой системы. Тут тоже пусто. Сечконсоль, кстати, хорошо бы связать с Google Analytics, но у меня такой возможности сейчас нет, так как ограничен доступ. Вообще, это делается в настройках. А здесь можно выставить, к какой стране привязан ваш сайт в данный момент, если он ориентирован на разные страны. В данном случае сделать мы ничего не можем, так как на сайте нет атрибутов reflang. И индекс Google. Тут показано, сколько страниц, когда Google проиндексировал. Тут можно отследить дубли, если вы видите появление страниц, которые не добавляли. В заблокированных ресурсах тоже пусто. А здесь можно запретить индексировать отдельные страницы. Ну, если вы уверены, что они вам не нужны в результатах поиска. Сканирование. Тут в первой вкладке собраны ошибки на сайте, которые обнаружены в результате сканирования. А здесь, например, можно посмотреть на сайт глазами робота Google. Проблемы безопасности показывают, нет ли у вас на сайте вредоносного ПО. Ну, собственно, все. Обзор поверхностный, но я думаю, вы составили представление даже по нему, насколько полезным вам может быть инструмент, забирающийся в самое сердце поисковой системы Google. Вообще, Google, конечно, крутой. И Telegram, кстати, тоже крутой. Это я не к тому, чтобы их сравнивать. Ну, у них разные весовые категории. Это я просто к тому, что в Telegram я почти всегда, в отличие от других социальных сетей. А у Теплицы там есть канал для общения с читателями. Ссылку на канал я оставлю в описании. Если есть какие-то вопросы, замечания или просто хотите поболтать, пишите туда. Там я с завидной регулярностью появляюсь. А еще подписывайтесь на наш канал здесь в YouTube и любите друг друга.